13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Напротив меня вице-спикер законодательного собрания Кировской области Михаил Курашин. Михаил, добрый день. День добрый. Ваше особое мнение мы сегодня слушаем. И прежде всего мне бы хотелось, чтобы вы пояснили свою позицию, когда голосовали за отмену закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. Мы говорим сейчас, люди называют уже законом об ипотечных субсидиях молодым семьям. Вас критикуют за то, что вы поддержали эту отмену. Пожалуйста, обоснуйте. Хорошо. То есть сразу карьера, как говорится. Ну, давайте начнем с того, что два момента. Первый момент связан непосредственно с законом, и второй с ответом на вопрос, что будет дальше происходить в этом направлении. Данный закон, когда он принимался и в процессе его реализации, имел под собой несколько таких ключевых задач. И одна из задач, которая социальная задача, связанная с демографической задачей, я считаю, что она выполнена и выполнена в достаточно хорошем объеме. 12 тысяч семей за 8 лет. Да. То есть семьи стали появляться, стали увеличиваться количество детей рожденных. Я думаю, что где-то в какой-то мере, может быть, в каких-то небольших, но процентах в этом есть и роль данного закона, данной меры соцподдержки. А кто-то как-то анализировал, на самом деле, ситуацию с этими 12 тысячами семей? Ну, как решены демографические задачи? Я думаю, что вряд ли кто анализировал. Да, и управление по делам молодежи как-то в стране. То есть она ограничилась функцией раздачи денег и как бы так на этом решилось, что их миссия выполнена. Хотя, на самом деле, я считаю, что вот именно они с первого года, с первого момента должны были, собственно, этим анализом заниматься. Но в целом, это не только по этому закону. У нас сопровождение законов и анализ эффективности этих законов с точки зрения социального и экономического эффекта осуществляется лишь по формулам, а текущим мониторингом и аналитикой никто не занимается. Поэтому здесь ничего такого удивительного нет. Но кроме демографической задачи у закона было еще две задачи. Это, в первую очередь, простимулировать строительный рынок. И второе – это развить рынок ипотечных услуг. То есть, опять же, беглый анализ говорит о том, что и строительный рынок, и рынок ипотечных услуг в Кирове достаточно развит. Это мы видим и по количеству строящегося жилья, и по активности тех компаний, которые занимаются ипотечным кредитованием. Это не только КРИК непосредственно, но и Роснедвижимость, Сбербанк, другие банки. То есть, ипотечные продукты на рынке есть. И сегодня, в условиях, когда кризис достаточно больно ударил по строительной отрасли, мы видим, что и строительный рынок начинает идти на понижение стоимости квадратных метров, тем самым, как бы тоже стимулируя способность граждан к приобретению жилья. И здесь надо понимать, что мера социальной поддержки – это не то, ради чего люди идут покупать квартиры, и не то, ради чего они берут ипотеку. Это лишь одна из небольших составляющих, которая помогает им, может помочь им в этом процессе. В целом же, речь идет о том, что квартиры покупают и берут ипотеку те, кто уверен в своем финансовом будущем. То есть, соответственно, об этом не следует забывать, когда мы говорим о данном законе. То есть, он никаким образом не влияет на платежеспособность. То есть, соответственно, если у человека есть или у молодой семьи есть деньги, то, соответственно, она принимает решение о том, чтобы ввязываться в ипотечные кредиты. Если понимания стабильности нет, то вряд ли даже подобная мера может их постимулировать. Но это, наверное, не ключевой аргумент. Ключевой аргумент заключается в том, что, когда мы говорим о получении результата, связанных по всем трем параметрам – демография, строительные рынки и ипотечные кредиты, то следует признать, что это все хорошо и заметно у нас в областном центре. И тем, кто критикует отмену данной меры социальной поддержки, хотелось бы напомнить, что кроме города Кирова у нас еще есть порядка 40 составляющих в нашей Кировской области, где также живут люди, в том числе молодые семьи, и, к сожалению, они данными мерами социальной поддержки воспользоваться не могут, потому что и рынок строительства, жилищного строительства, и рынок ипотеки в большинстве территорий наших муниципалитетов либо слабо развит, либо отсутствует. Там же, где он есть, где есть программы, ипотечные программы, к сожалению, от глав достаточно часто слышат ситуацию, что люди используют эти ипотечные программы не столько для того, чтобы обосноваться на территориях, а это в основном муниципалитеты вокруг областного центра, а сколько для того, чтобы оформить ипотечные кредиты для переезда в Киров. И они уезжают в Киров. Поэтому, в данном случае, отмена данного закона не является остановкой процесса поддержки молодых семей, которые проживают на территории Кировской области. Считаю, что здесь сейчас достаточно важно перекинуть процесс государственной поддержки в виде подобных субсидий на районы. И в этой связи как раз вот вторая составляющая о том, что на сегодняшний момент прорабатывается несколько вариантов. Я сейчас могу два, по крайней мере, их озвучить. Первый вариант – это когда в процесс кредитования, ипотечного кредитования, предлагается включить работодателей. Ну, такой… Призрачные надежды, мне кажется. Да, он такой обсуждаемый, но я особо в него не верю. И второй вариант – это когда в связи с принятием закона, который тоже был принят на той же пленарном заседании, с развитием рынка арендного жилья социального найма, предлагается направить вот эти же средства, высвобождаемые средства, от данного закона именно в районной области для строительства вот этих объектов, жилых объектов для передачи в социальный найм. Вот здесь стоп. Высвобождаемые средства. Вы реально считаете, что они высвобождаются? И их просто нет? Нет. И они никуда не могут быть направлены? Средства в бюджете 2016 года в размере 147 миллионов есть, и они запланированы на то, чтобы погасить ту очередь, которая образовалась по итогам реализации 1996-го закона. То есть в 2016 году будет закрыта очередь, которая существует. С 2017 года, вот по тем планам, которые объявляются и заявляются, будет действовать новый механизм. Если деньги будут? Деньги, в данном случае, я думаю, что под новый механизм, тем более мы приняли закон по арендному жилью социального найма, соответственно, обеспечивать финансовое исполнение данного закона мы так или иначе будем. То есть правильно я вас понимаю, что вы считаете, что механизм был отработан вот за 8 лет, он дал свой результат, и необходимо применять какие-то новые инструменты? Необходимо транслировать, распространять этот механизм в каком-либо виде на территорию Кировской области. Униципалитет. Да. Вот что касается формирования и принятия бюджета на 2016 год, вы высказали несколько предложений. Я вот сейчас нахожусь на сайте партии «Справедливая Россия», нашего регионального отделения, которое вы представляете, в том числе. Здесь есть вполне себе такие важные, на мой взгляд, конечно, для жителей Кировской области предложения, которые касаются, например, проекта поддержки местных инициатив, например, школьных автобусов, например, возвращения средств в сферу молодежной политики. Их несколько есть, желающие могут ознакомиться, а 27 ноября есть публикация на сайте. Вы мне сказали до эфира, что ни одно из ваших предложений практически не было поддержано. Вот давайте, например, на примере проекта поддержки местных инициатив, который был очень сильно распиарен, и мы видели эффективность этого проекта. Это проект губернатора нашего, да, который говорил, что он в последнюю очередь от него откажется. Вот, например, на 2016 год в бюджете области планировалось заложить 300 миллионов на проект поддержки местных инициатив, и сейчас, я так понимаю, с ваших слов их не будет. На самом деле, в проекте, который принят, есть только средства на завершение работ, которые были произведены в 2015 году, и об этом тоже говорилось, о том, что проекты, реализованные в 2015 году, будут финансироваться в два этапа, в 2015 и в 2016, и там порядка, если мне не изменяет память, 70 миллионов на это заложено. Но помимо этих 70 миллионов, и неоднократно Никита Юрьевич подтверждал, когда я ему этот вопрос задал, о том, что 300 миллионов – это без этих 70 миллионов, да, то есть неоднократно заявлялось о том, что 300 миллионов на проект местных инициатив в проекте должны появиться. Именно поэтому, и опираясь на то, что на самом деле не только главы, но и жители подтверждают эффективность и полезность проекта по поддержке местных инициатив, то есть вот от фракции поступило данное предложение. При всем при этом мы даже предложили возможный источник, где можно было бы деньги это взять. То есть это программа развития сельских территорий, программа развития агропромышленного комплекса. Федеральная? Нет, наша областная. Региальная? Из них, из этих программ? То есть мы предложили сделать в условиях кризиса пойти по пути эффективности, то есть не просто, условно говоря, там есть какая-то подпрограмма, а наполнить ее эффективными проектами, такие как проект по поддержке местных инициатив. К сожалению, и это не было услышано. То есть оппоненты в лице представителей фракции «Единая Россия» решили использовать ситуацию и объединили нас, что мы хотим обокрасть агропромышленный комплекс, при всем при этом, не связывая это с теми предложениями, которые мы вносили. И даже несмотря на то, что и на согласительной комиссии, и во время выступления на пленарном заседании мы говорили о том, что это не обкрадывание, а это как раз введение эффективных механизмов в реализацию подпрограммы по развитию агропромышленного комплекса. Условно говоря, перенаправить средства, которые заложены в программу развития агропромышленного комплекса, сменить на значение, да? Те инструменты, которые уже опробованы и погонялись в результате. При всем при этом они будут работать не на какие-то выборочные территории, как это часто бывает в рамках программы агропромышленного комплекса, а они попадут во все муниципалитеты, тем самым пользу от этого получат все. Этот механизм в рамках согласительной комиссии был один представитель от муниципалитетов, глава Свеченского района, который также высказался и при голосовании поддержал меня, когда мы голосовали, что мы не удовлетворены ответом губернатора о том, что данный вопрос будет рассмотрен в процессе исполнения бюджета, что надо закладывать уже сейчас эти деньги, пусть это будет в рамках дефицита, но они должны быть зафиксированы. Он тоже высказался о том, что все-таки проект по поддержке местных инициатив, как и другое предложение связанное со школьными автобусами, как и предложение связанное с тем, чтобы забронировать средства на выделение муниципалитетом по подготовке школ к новому сезону. Эту поддержку мы получили, но, к сожалению, опять же, согласительно комиссия, состоящая в большинстве своем, опять же, из депутатов партии «Единая Россия», не поддержала данные предложения. И уже буквально сегодня в рамках планерки, которая у нас состоялась утром, уже председатель законодательного собрания в одном из районов приезжает и начинает говорить о том, что главы и жители жалуются на то, что денег на подготовку школ нет, а предписаний от пожарников и всех остальных становится больше и больше. То есть, соответственно, рикошет уже наступает. Как это будет дальше, я думаю, что дальше это будет еще сложнее, потому что оптимистичных прогнозов по бюджету у нас не так много. Если будут какие-то изменения... Есть реалистичные и пессимистичные. Если будут какие-то изменения, то большинство все-таки сходится в мысли, что они будут более пессимистичные, нежели реалистичные. Поэтому мы не удовлетворены были ответом о том, что вот эти все наши предложения будут рассмотрены в процессе исполнения бюджета. Вы вообще ожидали, что такая ситуация сложится? Ожидали. Мы действительно понимаем, что провести в нынешней структуре законодательного собрания подобные предложения невозможно. А если и они будут поддерживаться, реализовываться, то, скорее всего, исключительно в интересах той избирательной компании, которая продвигается. Сейчас избирательная компания давит, получается, на прохождение тех или иных предложений партийных. Ну, опять же, парадоксально, но на протяжении всех пяти лет почему-то именно мысль о каком-то партийном противостоянии и постоянное держание в голове мысли об избирательных компаниях мешала вот этой конструктивной работе. К сожалению, и в рамках выступления, опять же, на пленарном заседании, я отметил, что наша фракция констатирует, что за пять лет ни с Единой Россией, ни с правительством в плане работы по бюджету мы не нашли взаимопонимания. Ситуация будет усугубляться в следующем году в связи с тем, что выборы предстоят? Напоминаю, в Государственную Думу и в областное законодательное собрание. Ну, мы понимаем, что для того, чтобы народ пришел, проголосовал, чтобы жители пришли, проголосовали, а некоторые еще из партий хотят, чтобы они проголосовали правильно, да, там необходимо будет делать какие-то эффективные, заметные, позитивные изменения. Как показывает анализ бюджета, который там принят, денег на глобальные изменения нет. Поэтому, каким образом будет выстраиваться избирательная компания, потому что, если даже проанализировать и федеральный бюджет, даже несмотря на сегодняшнее заявление о том, что и бюджетные кредиты, объем бюджетных кредитов увеличивается, и деньги для регионов увеличиваются, но в конечном итоге я не думаю, что сильно это изменит ситуацию. Ну, там, для примера, та же объявленная на федеральном уровне стратегия по реализации программ по строительству новых школ, да, о которых так, о которых... Де-факто приводит к разговору о том, что, ну, в лучшем случае, в Кировской области там появится одна школа. Ну, где это будет школа, я думаю, все понятны. Владимир Васильевич Быков, который говорил, что... Ну, Владимир Васильевич, вот, собственно, это школа и будет. 14, нет? Школа. Ну, Владимира Васильевича выборы через год. То есть не в следующем, а еще через... То есть он еще может говорить. Он еще может говорить, да. Понятно. Это особое мнение Михаила Курашина. Здесь такие интересные события прям происходят у вас. Например, Никита Белых, губернатор в нашей области, наложил вето на решение областного законодательного собрания. Об этом все написали. 30 ноября речь идет о законопроекте, который приняет льготы частным инвесторам. Такая странная ситуация, потому что на пленарном заседании с этой инициативой выступившей Дмитрия Русских, насколько я поняла, попросил переголосование, да? Да, да. И вдруг после переголосования ситуация изменилась. То есть сначала голосовали против, а после того, как Дмитрий Михайлович попросил переголосовать, вдруг оказалось, что за. Что за казус такой? Прямо история какая-то, как из сериалов про политику. Ну, тоже две стороны. Первая сторона связана с голосованием, а вторая непосредственно с законопроектом. И то, что касается законопроекта, то даже на последнем или предпоследнем заседании правительства отдельно рассматривался вопрос об эффективности как раз предоставления этих налоговых льгот по имуществу и по прибыли. И если опираться на выступление министра финансов Елены Васильевны Ковалевой, то она признала, что льготы предоставляемые по налогу на имущество, они неэффективны с точки зрения социальной, с точки зрения экономической. И итогом данного выступления стало заявление губернатора о том, что да, нам необходимо пересматривать механизм. То, что предложил Дмитрий Михайлович, собственно, никоим образом не противоречит тому, что озвучил Никита Юрьевич. Тем более, что те льготы, которые существуют, они будут существовать при тех предприятиях, которые ими воспользовались на протяжении всего периода, то есть это порядка 4-5 лет. То есть речь шла о том, что новые предприятия по данной схеме уже не могли получить, в случае отмены закона, не могут получить данную льготу. То есть, собственно, ситуация, когда проще остановить и начать с нуля разрабатывать механизм, я считаю, она более правильная, нежели бы мы попали в ситуацию вот этого неловкого ожидания, в котором мы находимся по множеству других законопроектов. То есть Никита Юрьевич был прав, с точки зрения? Нет, я считаю, что он был не прав, накладывая вето. То есть в данном случае я считаю, что данный законопроект нужно оставить отмененным, и это позволит ускорить работу всех по разработке нового механизма. То есть, еще раз говорю, мы по некоторым и немалому политическому законопроектов находимся в стадии обсуждения и пересмотрения уже нескольких лет. В частности, закон о государственном частном партнерстве мы рассматриваем уже там порядка трех или четырех лет. И таких законопроектов-то несколько. Поэтому остановка закона, она позволит ускорить эту работу. Поэтому там с ветом губернатора, ну, честно говоря, я не соглашусь и там свою позицию в отношении данного закона я точно менять не буду. А чем было думать про диктованное его решение? На самом деле документа под названием там ВЕТА, да, то есть ЗАГС Собрания еще не получил. То есть есть высказывания его в Твиттере, есть комментарии, есть материалы на эту тему, но, собственно, саму аргументацию мы пока там тоже не видели. Вот. Что касается голосования. Ну, на самом деле процедура голосования это там сложный технический процесс, как оказывается, потому что там не раз, а не два мы сталкивались с ситуацией, когда что-то где-то, какой-то происходил сбой, какие-то голоса подсчитывались, чьи-то не подсчитывались. Ну, вот там к чести Дмитрия Михайловича вот он взял и довел процесс до конца. То есть он взял распечатку голосования, сразу же провел анализ и выяснил, что там ряд голосов депутатов просто никуда не попали. Чьи это были голоса, ну, там Дмитрий Михайлович говорил про свой голос, да, там, чьи еще были голоса, я там пока не готов судить, но считаю, что на самом деле переголосование это результат технического сбоя, а не какого-то перепрограммирования тех, кто голосовал. То есть не было ничего злого умысла? Думаю, что не было злого умысла, тем более, если сейчас посмотреть по там инфографике, которая выкладывается по данному там голосованию, ну, много представителей тоже Единой России, представляющих именно там сельские территории, они тоже выступили за поддержку данного закона и не думаю, что там они каким-то образом меняли свою точку зрения от голосования к голосованию. Поэтому я считаю, что там проблема недобора голосов при первом голосовании это исключительно техническая проблема. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение вице-спикера законодательного собрания Михаила Курашина, и у вас, слушатели, всегда есть возможность задать вопрос нашим спикерам, мы выкладываем анонс накануне эфира, и вот сейчас на сайте эфиро.ру от Инны я зачитаю послание вам, как вы оцениваете санкционные меры против Турции в ответ на сбитый самолет? Можно ли было сделать их такими, чтобы не страдали обычные люди, которые заняты в культурных и образовательных проектах с Турцией, являются потребителями турецких товаров? На российском бизнесе экономические санкции сказываются не меньше, чем на турецком. В условиях кризиса нужно ли это нашей стране? Вопрос на самом деле такой высокопарящий, и он достаточно сложный. Даже могу сказать, что размышляя на эту тему, никакой дополнительной информации, находясь в сером доме, я не имею. То есть я имею ту информацию, которая находится у нас в СМИ, в интернете. И могу сказать, что первое, я разделяю правильность позиции относительно того, что Турцию за подобные действия наказаны. То есть это первая позиция. В чем должно выражаться это наказание? Это уже вопрос большой политики. Если они приняли решение наказать санкционно, это не совсем, на мой взгляд, адекватно с точки зрения вот этого ключевого лозунга, что Турция должна признать совершенное им деяние как преступление. На этом, собственно, наверное, можно было бы ограничить ответ, потому что все остальное, оно вытекающее, оно напоминает уже такой категории мелкой пакости. В связи с этим инцидентом, потому что раз уж война, то, наверное, это инцидент, да? Конечно, трагедия человеческая, но он был на службе, пилоты были на службе, самолет тоже. Давайте к санкциям. Страдает население России? Страдает бизнес? Страдает конечный потребитель? Буквально несколько дней назад, в течение нескольких дней я разговариваю с несколькими людьми, которые занимаются одни торговлей, в том числе турецкими продукциями, другие там любят отдыхать у нас в Турции, в Египте. И я их прямо спрашиваю, для вас что-то вот там меняется в связи с этим? Они говорят, ну как бы так ничего не меняется. Это пока. Да, я думаю, что это речь идет просто о том, что будут использоваться более сложные механизмы. То есть где-то окольными путями через соседние страны к нам что-то будут. Но ведь кроме мелких, извините, торговцев, есть и крупные проекты бизнесовые? Самый, наверное, главный проект, который попадет, с которым мы можем столкнуться, это проекты, связанные со строительством. Потому что очень много турецких строителей работают у нас в России. Даже в Кирове, насколько я знаю, были, по крайней мере, турецкие бригады, которые работали на отдельных объектах, это было выгодно не только этим людям, но и было выгодно предпринимателям, потому что это получалось более идеальное соотношение цены и качества, нежели привлекать российских или строителей из среднеазиатских наших государств. То есть вот здесь, возможно, мы попадем в ситуацию, когда первое, с чем мы столкнемся, это будет либо удорожание строительства, либо снижение качества строительства. Но это не касается Кировской области, наверное? Ну, в меньшей мере, да. То, что касается непосредственно продуктов, ну вот, я не знаю, я не являюсь покупателем турецкой продукции. Откуда вы знаете? Поэтому мне очень сложно ценить. Вы смотрите там на сертификаты? А как? Конечно. Ну, по крайней мере, на производителя я всегда смотрю. Тем более, что, собственно, там, побывав за границей, это, в принципе, заставляет смотреть, потому что мы знаем, какие страны хорошо производят продукты или вещи, и какие, не очень. Вот. Поэтому, там, ну, я не являюсь покупателем. Ну, я думаю, что в таком глобальном плане, наверное, мы с проблемами особо не столкнемся. Вообще, само слово санкции, которое в последнее время все чаще и чаще возникает, последние сколько уже лет? Да. В последнее время. Буквально недавно, года три. Да. Года два. Это слово вас не пугает, когда оно в очередной раз? Нет, оно вообще не нравится. И вообще не нравится данный подход там. И, как бы так, мы непонятно, чем с чем соревнуемся, чем с чем воюем. Потому что одно дело, когда воюет, там, санкции принимает Европа с развитым производством, или та же Турция с развитым производственным сектором. Другое дело, там, наша страна, в которой развит торговый сектор, но производственный сектор развит крайне слабо. И опыт о предпринимательском мышлении в условиях меняющихся ситуации на мировом рынке наши оценивают абсолютно неправильно, да, потому что первое, с чем мы столкнулись после начала всей санкционной эпопеи, это в том, что наши производители, после того, как кинули кличи о том, что давайте покупать российское, они взвинтили цены. Не обоснованно, непомерно и не аргументированно, да, то есть, на цены взвинтили. При всем при этом, сохраняя качество, ну, среднее, скажем так, да, там, и все остальное из этого вытекающее. Поэтому, там, нам учиться на, работать в этих условиях, и поэтому, я считаю, даже если мы в санкционной войне можем в чем-то победить, в большей мере мы к ней, наверное, все-таки не готовы. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Напоминаю, что вы слышите особое мнение вице-спикера законодательного собрания Михаила Курашина. Продолжается программа «Особое мнение». Микрофон у Светланы Занько и свое особое мнение сегодня высказывает вице-спикер законодательного собрания Кировской области Михаил Курашин. Мы тут в перерыве пытались вспомнить, что у нас турецкого в Кировской области помидоров давно турецких не видели. Строительство тоже турками вроде никак не ведется. Но одежда, ну, китай, в конце концов, есть. Фрукты есть, турецкие. Туризм, туризм. Как отдельная экономическая отрасль, там, да, действительно, я думаю, что там определенная проблема она будет испытать. Но, опять же, смекалка русских предпринимателей... Пришли к выводу, что Белоруссия в ближайшее время расцветла. Вот чтоб не сглазить. За них порадоваться. Вы мне сказали, что через Минск летают люди сейчас. Да, продаются туры. Мы с вами сейчас неправильными вещами, конечно, занимаемся, но обходы уже ищут. Понятно. Вот какие события еще у нас происходят. ЛНК проверяет обстоятельства смерти Сергея Лузянина. Знаете, сейчас не буду пояснять, все уже сказано очень много раз. Прошли похороны Сергея Лузянина. Есть официальная версия его кончины. Есть родственники, которые похоронили уже человека. Какие основания у ЛНК и какой смысл в этой проверке вы верите? Ну, я все равно вижу смысл в том, что там медицинское заключение должно появиться. Потому что когда человек умирает внезапно, все-таки необходимо знать истинные причины. Нужно ли вмешиваться в этом ЛНК, ну, считаю, что без них процесс контролирует и правоохранительные органы. И предполагать, что кто-то захочет от чего-то скрыть, ну, ситуация, наверное, вряд ли наступит. Поэтому, там, роль ОНК в этом процессе, потому что людей, не имеющих, там, медицинское образование, не имеющих, там, возможности, там, изучать медэкспертизу, ну, компетенции просто не хватает. Тогда, там, вопрос... Они сами не будут проверять, насколько я понимаю, они как раз требуют вот тех заключений, о которых вы говорили. Ну, кто-то их потом должен будет читать, потому что, как бы, так мы с вами же понимаем, что, там, то, что пишут в наших медицинских картах, то порой, там, ну, читать невозможно, потому что мы в этом должны... У вас лично есть какие-то сомнения насчет обстоятельств смерти? Я не буду, там, вдаваться в эту тему, там, есть ли какие-то, не есть ли, там, много об этом тоже говорено, и насколько это, там, своевременно или несвоевременно для кого-то, там, потому что, там, срок заканчивался, насколько... Очеретанность. А сколько слухов, там, возникло вокруг этого, там, не единственное, что могу сказать, что, во-первых, мне действительно жалко, что, там, умер данный человек, я с ним знаком еще до прихода в законодательное собрание, мы вместе играли в футбол, вот, в законодательном собрании я увидел человека, который действительно болеет душой за Кировскую область, имеет свою позицию, и этим он был многим неудобен, вот, он действительно способен отстаивать, а вот все, что остальное, там, про него говорится, это для меня лишь слухи, то есть, как будто я сам не сталкивался ни с какими другими сторонами его жизни, Единственное, что могу сказать, что вчера, когда проходила панихида, я туда приехал, я увидел громаднейшее количество людей, просто громаднейшее количество людей, при всем при этом особо на общем фоне были видны люди, которые, люди старшего возраста, это, скорее всего, жители Новоавятска, потому что, там, то, что Сергей Евгеньевич сделал для Новоавятска, я думаю, что, там, ни один, ни градоначальник, там, ни кто другой, там, для, там, в подобных, в подобных территориях ничего не мог сделать, и действительно, люди шли искренне, люди шли, там, со слезами, с рыданиями, это говорит о том, что это действительно был уважаемый человек. Но проверка должна пройти. Ну, она в любом случае, раз возбуждено уголовное дело, то я думаю, что проверка должна пройти и, собственно, дать какой-то ответ. Если есть основания, то, соответственно, там, дальше уже разбираться. Если нет оснований, значит, нет оснований. Человека нет. Особое мнение Михаила Курашина, вы слушаете, еще у нас есть время на один вопрос. Компании БСП Инвест Плюс не разрешили реконструировать рынок, тоже громкая тема, компания не местная, единственный участник конкурса в свое время, который, собственно, и победил в этом конкурсе. План реконструкции центрального рынка был представлен общественности, активная дискуссия пошла, и вот теперь прокуратура запретила осуществлять региональные регистрационные действия с имуществом, в общем, отказали. Завраль. Хорошо это или плохо для города, Кирова, и для городской администрации? Отчасти я бы, конечно, тоже это связал с предыдущей темой, о которой мы с вами говорили, да, потому что одно из мнений, которые присутствуют, что вот это все процессы были связаны, да, то есть заключение под стражу Узянина и последующая вся там суета вокруг центрального рынка. Хорошо ли или плохо ли для Кирова то, что не началось строительство? Ну, скажу так, я, честно говоря, не совсем верю в тот план, который был представлен по реконструкции, да, Ну, как-то вот там последние строки заставляют сомневаться в том, что написано, то и будет сделано. Но ключевая это все-таки мысль в этой ситуации заключается в том, что наша городская администрация, к сожалению, опять пошла каким-то сложным путем. То есть вместо того, чтобы провести полноценную процедуру, чтобы выставиться на сайте, чтобы провести полноценные торги, да, там попыталась в полутемной ситуации закрепить данную фирму. То, что прокуратура отреагировала из суды и поддержали, я считаю, что это плюс, да, потому что в конечном итоге все-таки законность при подобных процедурах должна соблюдаться. Как это скажется на дальнейшей ситуации с центральным рынком? Ну, понятно, что это затягивает вопрос о судьбе центрального рынка. А менять ее нужно? Судьбу? Ну, я думаю, что все равно какое-то определенное упорядочение и развитие центрального рынка должно появиться. Но будет ли это развитие как центрального рынка, да, то есть строительство павильонов, там, благоустройство, там, новое правило и так далее. Либо же это будут, там, проекты по строительству развлекательно-торговых комплексов. Вот это, там, то, что должно обсуждаться и, в первую очередь, обсуждаться с тем предпринимательским сообществом, которое там находится. Можно я вас спрашиваю, Михаил? Вот сейчас 16-й год, предвыборная гонка, да? Мы знаем, что люди уже занимаются тем, что не только готовятся, а уже начали в полной мере, в том числе и люди, которые находятся, там, в городской думе, в городской администрации, уж не знаю, насколько. Но, тем не менее, там есть. Вот он, 16-й год. Есть ситуация с центральным рынком. Действительно, лакомый кусок в центре города. Рынок всегда. Есть отказ БСП Инвес. Кстати, мы теперь понимаем, что навсегда эта компания покинула Кировскую область? Ну, да нет, я думаю, что пока, пока что мы не понимаем. То есть, пока речь идет о признании незаконной саму процедуру заключения договора. Есть смерть Сергея Лузянина, которого тоже упомянули и связали с центральным рынком. Кто-то в 16-м году вообще этой темой будет заниматься? Это выгодно ей заниматься или лучше подождать именно в связи с тем, что предвыборная гонка начала? Ну, я 100% уверен, что этой темой будут заниматься оппозиционные кандидаты и оппозиционная партия. Потому что, на мой взгляд, за последние 3-4 года городская администрация, возглавляемая лидером кировских единороссов, совершила большое количество ошибок. И эти ошибки в рамках избирательной компании, конечно, прощены не будут. То есть, на них будет делаться акцент. А Владимир Васильевич вступил в избирательную компанию? Вступает, вы думаете? Ну, я думаю, что он перманентно в ней находится, потому что он помимо должности главы города, он еще и руководит Единой Россией. Поэтому процесс он такой постоянный. И я думаю, что постепенно запуск избирательной компании, пусть по выборам в законодательное собрание не в городскую думу, он все равно уже идет. Тем более, что, насколько мне известно, списки уже утверждены, согласованы и утверждены. То есть, Владимир Беков баллотирует свой ЗАЭС? Ну, по нему я там не готов сказать, но я знаю, что эти списки есть. Поэтому я думаю, что этот процесс начнется. Сможет ли из этой ситуации глава города выйти сухим и победителем, думаю, что вряд ли. Это будет достаточно сложно, потому что слишком большое количество мелких и малых предпринимателей предприятий оказались обиженными в течение этих трех-четырех лет. В том числе в ситуации с центральным рынком. В том числе в ситуации, косвенно может быть связанной с Лузянином. В том числе по многим другим объектам, и Комсомольские, Комсомольская площадь, и Парк Победы, и Высотки, которые там застраиваются. То есть, вот это все в уста оппозиции, я думаю, вкладывать не надо, они все это уже имеют. Вот так мы перешли в другую уже совершенно плоскость, в избирательную кампанию Владимира Васильевича Быкова, который, судя по всему, будет баллотироваться в ЗАЭС. Не знаю насчет ВЗС, еще раз говорю, мы с вами в плоскость вообще разговора о том, что готовится ли наша область к выборам. Готовится. Готовится. Тогда последнее слово. С центральным рынком в 2016 году что-то существенное и позитивное будет происходить, или им будут манипулировать как инструменты? Я думаю, что ничего радикального происходить не будет, а действительно, тема будет переходящим таким флагом. То есть, кто-то будет на этой теме пиарить, ругать город, кто-то будет, наоборот, за счет каких-то мелких улучшений доказывать, что не все так плохо. Спасибо. Это было особое мнение Михаила Курашина. Я, Светлана Занькова, прощаюсь с вами. До свидания. Всего доброго.